Ребят, доброе утречко всем. У нас выходной день. Так, и, конечно же, я забыла нажать на кнопку. В общем, у нас выходной день, и я с утра пораньше, сейчас 7 утра, вот, еду в Рушайн. А еду я туда, потому что опять мы встречаемся в локерской тусовке, и едем в Иудеев-Самарию. Короче, за зеленую черту. Что-то нам еще новенькое, интересненькое подготовили. Взяла я в этот раз с собой завтрак. Там, в принципе, завтраком тоже кормят, но обычно завтрак, ну, как-то получается, пока все доедут, пока мы доедем там до местного назначения, завтрак получается, ну, часам в 10. А я до этого времени уже буду очень-очень голодная, поэтому сейчас взяла с собой семена чая с манго. Доеду до места, до Рушайна, там позавтракаю. У меня как раз, я думаю, что я приеду раньше, у меня будет время в запасе. И потом уже всей нашей группы поедем в Иудеев-Самарию, и там уже там, может, часам в 10 у нас будет завтрак, хотя, наверное, я уже буду не особо голодная. Но ничего страшного. Главное до 10 утра не умереть с голоду. Я всегда в последнее время вот стала себе такие завтраки делать, и прямо они хорошо у меня заходят, и достаточно долго чувство сытости дают, так что решила я и в этот раз взять. Кстати, да, обычно мы встречаемся не в Рушайне, обычно мы встречаемся в Решен-Лицоне, но сегодня сделали две остановки. Первая будет в Решен-Лицоне, а вторая в Рушайне. Ну, и мне до Рушайны ехать намного меньше, чем до Решен-Лицона, так что я, конечно же, всеми руками и ногами за то, чтобы доехать именно до Рушайны, и оттуда уже поехать в Иудеев-Самарию. Кстати, ребят, смотрите, какая у нас влажность высокая. Это то, что вот образовалась за ночь на машине на стекле. Вот так вот. Так, ну что, ребят, я приехала за 20 минут до назначенного срока. Еще неизвестно, приедут ли они вовремя, потому что нужно сначала людей собрать в Решен-Лицоне, а, как показывает практика, частенько кто-то опаздывает. В прошлый раз это была я, очень сильно опоздала. Ну, в общем, возможно, они даже оттуда выйдут с опозданием, и, короче говоря, у меня очень много времени. Я с перепугу, потому что в прошлый раз я в Решен-Лицоне очень сильно опоздала, меня все ждали, и мне не хотелось такого повторения. Выехала я прям хорошо заранее, а сейчас пробок нет. Доехала я за полчаса до Рушайна. До Решен-Лицона мне ехать без пробок где-то час. В общем, в два раза быстрее доехала, ну, короче говоря, ладно, что, поем свой завтрак. Ну, все, ребят, выезжаем, наконец-то, с опозданием, 10 минут, но я не жалуюсь. Мы забрали сейчас Дашу и Дарит, и выезжаем дальше к вам. Сейчас будем проезжать Капатэ страшно и ужасно. Ну, а ничего, на самом деле, там страшного нет. Приехали мы на первую точку, в винодельню, но нас сначала повели тут посмотреть виды шикарные. Посмотрите, какая красота. На самом деле тут природа очень сильно отличается от центральной части Израиля. Я вам, знаете, что скажу? Мы, кстати, сейчас по виноградникам ходим, если вы не заметили. Тут прям хорошо так жарко. В Рушайне было прям очень приятно, а здесь солнышко печет как следует. Я думаю, что градусов 35. И тут винограднички, и даже немножко виноградика есть. Так, ребята, мы уже на второй точке. Что-то я вам вообще практически ничего не снимала. Так, камера, 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 двигайся за мной. В общем, ничего я вам не поснимала в виноделине. В принципе, мы просто там пробовали разные вина. Винодельно называется Ейки в Гваот. Вот, Ейки в Гваот. Я видела, продаются винные их в разных супермаркетах. Ну, в общем, такие дела. Ладно, мы приехали на вторую точку. Я не знаю, куда мы приехали. Что-то я пропустила тот момент, когда нам говорили, куда мы приехали. Вот тут какой-то праздник проходит. Смотрите. Я думаю, что это бармитцва или батмитцва, потому что очень много детей. Мы находимся... Что, на русском языке? Да, на русском. Мы имеем грузинский акцент. Отлично. Мы находимся сейчас в шиле, деревне шиле. Там, где стоял храм, еврейский храм, больше чем 300 годов. И евреи сюда приходили со всего Израиля, чтобы молиться Богу. И известная молитва Хана была тут. Сюда она пришла и молила Богу, чтобы дал ей сын. И, кстати, это был первый раз, где было напомяну молитву вообще. И тут началась традиция молиться со всего мира. И, кстати, со всего мира сюда и туристы приходят, чтобы молиться и просить дети, просить... Не только евреи, но и христиане, да? Да, со всего мира. И даже Анжелина Джулия, у нее дочка, ее зовут Чилё. Ее дедушка тут был и обещал, что он ее сюда возьмет тоже, чтобы соединилась с ее проблоками. Ай, да. Здорово, спасибо. Не за что. Смотрите, встретили тут туристов из Индии. В традиционных костюмах, очень красивых. Так, идем дальше. Там, где будет кондиционер. Ой, что-то жарко. Темным временам рабства настал конец. Мы вышли из Египта. Уже тогда, у подножия горы Синай, мы впервые получили повеление возвести храм Господа. Скиния – это храм, только передвижной, временный. 39 лет он сопровождал нас в скитаниях по пустыне. Его разбирали и строили заново. Святая святых стоял Ковчег Завета, а на нем золотая крышка и два херувима. Херувимы выглядели как ангелы, обращенные лицами друг к другу, с крыльями, простертыми над крышкой Ковчега Завета. Внутри Ковчега находились скрижали Завета, первые разбитые Моисеем и вторые в целом. Скрижали и обломки скрижали уложены в Ковчег. Посмотрели прикольный вообще фильм, такую инсталляцию, прям классную. И продолжаем наше гуляние. Ну, честно говоря, жарковато, жарковато гулять под палящим солнцем. Но все равно летом было бы хуже намного. Туристов, кстати, немало, я бы сказала. Гуляет много людей. Очень много иностранных туристов именно. Короче, посмотрим навыки. Вы фотографируете, чтобы потом не говорить, почему не было у меня видео и так далее. Короче, мы собираем эти части, добавляем немножко клея. И раз, будем соединять все эти вот древние кувшины. Посмотрим, получится у меня или нет. Пазл. Подходит? О, Несс. Я даже сам не могу поверить, что это у меня получается. Это куда? Сюда. Это пазл. Это настоящий пазл, которому 3170 лет и 2 месяца. Все понятно, как выглядит кувшин? Значит, мы нашли практически несколько десятков таких кувшинов тут. И они были в складу, который принадлежал в скине Изавета. Значит, как правило, все у нас тут разбито. Черепки такие, которые нужно будет склеивать. Но иногда нам везет один раз в год. И так вот получается, что есть целые всякие кувшины и кувшинчики. Это то, что называется на иврите каткатан шамно натан. Столько камер, столько камер в кадре. Еду подвезли. Сейчас в тенечке как не пойдем. Пиццу, фрукты, разные пироги, салатики вон я вижу есть. Я, честно говоря, проголодалась. И в теньке очень приятно даже. Тут ветерок дует. Я, кстати, переживаю, чтобы вас не задувало. Точнее, мой голос вам не задувало. Попрошайка пришла. А, я думала, это пицца. Тут всякие разные штуки. Не, на самом деле я пиццу не особо. Я даже рада, что есть вот овощи, рис. Тут прям разнообразненько. И запахи тут, конечно, гуляют. О, какого. Ой, как хочется кушать уже. Так, ребят, мы на нашей сегодняшней последней точке и привезли нас на поле ягод. К сожалению, вчера у них что-то случилось. Кстати, поле малины. Я бы с удовольствием, конечно, малину с грядки поела, но, к сожалению, у них что-то случилось. В общем, им пришлось сделать обработку паразитов. Малины сегодня ночью, поэтому малину с кустами не поедим. Но за моральную эффект, можно так сказать, мы сейчас получим фруктовый лед, который сделали из этой малины. Кстати, малина – это моя самая любимая ягода. В общем, нахожусь я сейчас на плантациях малины. К сожалению, не могу ее есть с куста, а очень бы хотелось. Но ем вот. Фруктовый лед из них сделан. То есть, по сути, перемолотая малина, замороженная, очень вкусная. То есть, прям натуральная малина, точно не разведенная ничем. Ой, вкуснятина. Даже вон косточки можно увидеть. Не знаю, видите вы или нет, но косточки здесь есть, и очень-очень вкусно. Я не знаю, что у меня происходит на экране, но надеюсь, что вы меня видите и слышите. Короче, пробую виноград, который выращивается для вина. Кстати, очень вкусный. Просто обалденный. Он очень сладкий, прям. У него прям такой... Это как обычный виноград, аль с очень насыщенным вкусом. Наше путешествие уже подходит к концу. На самом деле уже хватит. Я лично устала. Жарко. Мне хочется уже сесть в кондиционер и расслабиться. Взяла на обратном пути себе гроздочку винограда и преска. Честно говоря, думала, что виноград, который выращивают для вина, он тоже, конечно, кислый, несъедобный, короче. Но я очень-очень ошибалась. Прям очень вкусный виноград. Но вот такой вот малюсенький-малюсенький. Так, ребят, на дорожку я тут решила взять баночку оливок и мед. Оливки нам с Андреем. Мед Янчик. Он в последнее время что-то такое мед любит. Но мы не против. Пускай ест. А тут еще можно взять вот оливковое масло. Даже вот в таких больших бидонах. Оливковое масло вот в таких вот малюсеньких упаковочках. тут паста из оливок. Мед, варенье, малиновое варенье, ребят, малиновое. Ну и, конечно, винишка. Куда же без винишка? А вот, кстати, цены, если вам интересно. А это цены на мед и на варенье. Вот я взяла мед вот такой вот за 33 шекеля. А это цены на оливковое масло. Мы в автобусе, и сейчас меня из этого автобуса вытащат, только если я сразу попаду в свою машину и включу мне кондиционер, прийти отсюда в виду, пропустит кондиционер. Я думаю, вы по моему виду и красному лицу видите, насколько мне жарко. Ребят, я в таком ауте. Просто, мне кажется, я сейчас зайду в квартиру. Мне хватит сил только дойти до кровати, и я туда упаду. И ищите меня где-то часа через три, короче. Мне кажется, я сейчас спать завалюсь. У нас уже ночь, как вы можете заметить, темно. Я поспала, часа два меня вырубило просто зачетно. Ну, по крайней мере, отдохнула. И сейчас я еду в магазин. Еду в Хадеру, потому что сейчас-то единственный работающий магазин у нас в районе. Хотя он совсем не в районе, ехать мне до него минут 20. Ну, это единственный вариант сейчас магазина работающего. А еду я для того, чтобы купить овощи. Чуток, можно сказать, лоханулись. Я, значит, когда проснулась, Андрей уже начал разжигать омангал, потому что мы обсуждали, что сегодня мы будем есть мясо на мангале. Мясо, овощи на мангале. Но по факту у нас дома, кроме мяса, на мангале жарить было нечего. Сейчас Андрей начал вытаскивать продукты, которые собирается жарить. И по факту, да, у нас есть только мясо. То есть сосиски, курица и так далее. А овощей нет. Я по факту с мангала ем практически только овощи. Я совсем немножко не ем мясо. В основном я ем кабачки, болгарские перцы на гриле, лук и так далее. Ну, короче говоря, есть мне нечего на мангале. Мангале уже растоплено. В общем, я решила, что съезжу-ка я в магазин куплю овощи, потому что по-другому я, по факту, мне нечего будет есть. Так, ребят, ну что, я тут затариваюсь в Кешетамин, в магазине, который у нас единственный работает сейчас. К слову, о малине, да, покажу вам, увидела тут в магазине. Видите, какая малюсенькая, малюсенькая пачка малины, свежая, стоит 25 шейклей. Тут, блин, мне кажется, грамм 100. Вот такая вот дорогущая малина здесь. И, кстати, осталась одна пачка, так что покупают. Вот такие дела. Хожу тут с пакетиком, взяла антрикот. К тому мясу, которое у нас уже есть, взяла кабачки, перцы, сыр Филадельфия. Смотрите, какая у нас тут красота. У нас еще стейки готовятся, так что скоро сюда добавятся еще стейки. Тут у нас крылышки, сосиски, картошечка, которая превратилась в угольки, но, скорее всего, она будет очень вкусная. Собачка, которая попрошайничает. И овощи. В общем, сейчас будем кушать. Ян уже начал как бы видеть тарелку, у него уже вся в кетчупе, сосиски две съел. Ладно, ребят, на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok